Итак, Дональд Трамп передумал, он не будет рассекречивать документы ФБР, которые касаются Раша Гейт, поскольку это может навредить расследованию этого самого Раша Гейт. У себя на странице в Твиттере Трамп написал, что встречался с представителями Министерства юстиции, и те убедили главу Белого дома, публикацию лучше отложить. На этом же, по словам Трампа, настаивали и представители стран-союзников США, в частности Великобритании, уточняет Нью-Йорк Таймс. В Соединенном Королевстве, по данным издания, были очень обеспокоены тем, что Белый дом готовится рассекретить переговоры между американскими спецслужбами и бывшим британским шпионом Кристофером Стиллом, тем самым автором досье на Трампа, в котором описываются связи нынешнего президента США с Россией. Напомню, в минувший понедельник Дональд Трамп поручил рассекретить 21 страницу секретных документов о Раша Гейт. Среди них бумаги бывшего директора ФБР Джеймса Коми, его заместителя Эндрю Маккейба, переписка бывших сотрудников ФБР Лизы Пейджа и Питера Строка, которые в служебной почте обсуждали, что победа на выборах Дональда Трампа крайне маловероятна. И вот спустя четыре дня Трамп изменил свое мнение и заявил, что окончательное решение, публиковать эти документы или нет, должны принять представители Министерства юстиции. Некоторые аналитики расценивают это решение Трампа как уступку спецслужбам, а также лишнее доказательство того, какие глубокие противоречия у Белого дома с руководством этих самых спецслужб. У нас в студии адвокат Дэвид Старобин. Дэвид, я приветствую. Вот объясните, пожалуйста, такие неожиданные повороты. Сначала Дональд Трамп говорит о том, что он собирается это рассекретить. Впрочем, там, по-моему, Министерство юстиции сразу сказало, что это не очень скорый процесс. Теперь проходит буквально сколько? Три дня, и президент США меняет свое решение, с чем это может быть связано. Потому что, если я правильно понимаю, логику Минюста и американскую юридическую процедуру, этот процесс уже был запущен? Ну, теоретически президент может рассекречить любую информацию. То есть, если идут какие-то переговоры, если какой-то критический случай идет. Или вот просто если президент считает, что нам для наших американских интересов надо рассекречить какую-то информацию, чтобы сообщить кому-то что-то, то он имеет право рассекречить эту информацию сам. Но кроме этого, есть процесс, который идет не в критических случаях, который обычно президент соблюдает. Хотя он имеет право рассекречить, но чтобы не было, что я здесь король, я делаю все, что я хочу. И этот процесс начался. Но ЦРУ и все остальные агентства, у нас их 19, они были против этого рассекречивания информации. И демократы тоже критиковали Трампа за то, что он это хотел делать. И я думаю, что республиканцы, хотя они в открытую не говорили против президента, так как он член их партии. Я думаю, что за закрытыми дверями они все-таки говорили, знаешь, у тебя есть дело, конечно, твое, которое тебе интересно, но есть еще и интересы Америки. И если к нему пришли серьезные люди, которые говорят, что интересы Америки важнее, чем твои личные интересы, то он, естественно... Предполагаете, он послушал чьего-то совета? Я другого не могу себе представить, потому что какая другая может быть у него причина? По вашему министерству юстиции запускало такой механизм рассекречивания или они все-таки ждали, пока к Трампу придут советники? Дело именно таким образом. Теоретически они, конечно, должны делать то, что президент говорит, но практически можно это сделать медленнее, можно прийти все-таки поспорить с президентом. Это не обязательно, что делается через прессу. Но в любом случае, понятно, что у президента всегда идут какие-то дебаты, кто-то говорит одно, кто-то говорит другое. Я думаю, что если ЦРУ и так далее говорит, что нам нельзя это рассекречивать, у нас есть какие-то интересы, по которым нельзя это делать. Я думаю, что все-таки главный, как это называется, генеральный прокурор, наверное, attorney general, все-таки пришел к президенту, глава Минюста, и сказал, что мы не должны это делать. Но Джефф Сэшнс, вы полагаете, сейчас это возможно, чтобы Джефф Сэшнс при его нынешних отношениях с Дональдом Трампом мог вести доверительные беседы с президентом? Я думаю, что все равно можно, но когда мы видим прошлые президенты, которые были, даже когда у них плохие отношения с каким-то министром, то они все равно должны работать вместе. И мы знаем, что они работают вместе, когда мы говорим о иммиграционных реформах, когда мы говорим о криминале. То есть я не вижу причины, почему здесь они не могут закрыть глаза на то, что у них есть разногласия персональные, и работать с человеком, потому что надо работать. Когда появилась только новость о том, что Дональд Трамп хочет это рассекретить, когда он сам об этом говорил, многие тогда, безусловно, демократы, но в том числе и люди, представляющие спецслужбы, говорили о том, что это может поставить под удар сами спецслужбы, могут быть рассекречены какие-то источники следствия и так далее. Насколько действительно серьезно, как это могло повлиять, что могло всплыть наружу? Потому что задача рассекречивания, в общем, в этом... У меня нет информации о том, о чем они там говорили, но я думаю, что обычно, если ЦРУ приходит к президенту, это не просто... и просят его не рассекречивать что-то, это не просто так. Есть много информации, которую ЦРУ засекретило просто так, потому что это выгодно кому-то лично. То есть там изменял кто-то жене, он засекретил на всякий случай и поставил штамп. Такие тоже случаи бывают, и любой бывший агент ЦРУ вам расскажет, что они знакомы с такими случаями. Но в таком случае не приходят к президенту Америки. Если ты приходишь к президенту Америки и говоришь, знаешь, это надо для страны, и он смотрит, и все, что там описано, что ты изменил жене, но... Это вряд ли перевесит национальные интересы, Раша Гейт и так далее. Там, видимо, что-то более серьезное. Там явно, что было что-то, может быть, методы, как Америка набирает шпионов, может быть, имена шпионов, может быть, что-то, что Америка собирается делать, или даже что-то, что Америка сделала, но не хочет, чтобы мир знал об этом. То есть, поэтому, если любое из этого было, то Раша Гейт, Раша Гейт, но есть еще американские интересы. Ну, тут сам факт, в общем-то, того, что там и Кристофер Стилл, и то, как это досье оказалось уже достоянием гласности, этот факт тоже, в общем-то, вызывает вопросы. То есть, это пример из примерно той же серии, о чем вы говорите, потому что определенные методы ведения дел, они ведь тоже выливаются, получается, в публичное поле. То есть, в случае с Кристофером Стиллом никто не делал подобных оговорок? Ну, насчет Кристофера Стилл, там его досье, в общем-то, известно почти полностью все, что о нем только можно знать, что там было написано, кто его организовал, какая была информация. Это у нас и так есть. Я думаю, что там была информация вокруг этого, потому что, когда это досье вышло, то демократы говорили, да, вот ты вот эту часть выпустил, а вот там вокруг него вот эта вот вся информация, которую народ не знает, и вот в этой всей информации там вот доказательства о том, что Трамп сделал что-то не то. И вот Трамп хотел эту информацию, которая вокруг, может быть, этого досье, или вокруг Кристофера Стилл, или вокруг ФБР, ЦРУ была, чтобы показать, что там тоже ничего нет. Но когда ты показываешь очень широкую информацию, то кроме досье, кроме всего этого, ты можешь показать, что вот так вот американский профессиональный агент, то есть офицер американской службы пытается завербовать какого-то шпиона. Технология, то есть технология становится, да, просто понятно. То есть технология или физическая, или просто вот как они кого-то там обманывают, или там угрожают, или еще что-нибудь. Америке не надо, чтобы весь мир знал, что когда мы приходим к шпиону, мы ему говорим вот это. Я думаю, что это вот та информация, которая там была. А вот скажите, пожалуйста, поначалу Дональд Трамп мотивировал свое решение рассекретить эти данные тем, чтобы всем показать, что сговора все-таки не было. Да, вот посмотрите, вот они карты, да, я их вскрываю, смотрите, там ничего нет, никакого сговора. И тот факт, что он сейчас изменил свое решение, можно ли трактовать как косвенное признание того, что, видимо, сговор все-таки был. Я в этом сомневаюсь, потому что он-то хотел рассекретить эту информацию, а он это сделал, не сделал, потому что сами же демократы, которые, в общем-то, были против него, просили его не делать. То есть если мы не верим в то, что вообще эти заговоры, демократы в этом принимают участие, и спецслужбы принимают в этом участие, если этому не верить, то, значит, это вряд ли, что это будет, потому что, опять же, оппозиционная партия просила не делать. Мы сейчас в продолжение темы «Раша Гейт». Я бы хотел, чтобы мы с вами обсудили еще одну новость. Для зрителей я поясню, что бывший личный адвокат Дональда Трампа Майкл Коэн начал активно сотрудничать с командой Роберта Мюллера. По информации ABC News, Коэн за последний месяц несколько раз встречался со следователями ФБР и на протяжении многих часов давал показания. Известно, что допросы состоялись в Вашингтоне и Нью-Йорке. Источники телеканала утверждают, что вопросы следователей касались финансовых отношений Дональда Трампа с Россией, а также возможного сговора нынешнего президента США с Москвой. Кроме того, Коэн обсуждал с командой Мюллера возможность помилования. Напомню, в конце августа Майкл Коэн признал себя виновным по восьми пунктам обвинения, в том числе в уклонении от уплаты налогов. Дэвид, мы продолжаем разговор с адвокатом Дэвидом Старобиным, он у нас в студии. Дэвид, какие могли следователи, команда спецпрокурора Мюллера, какие могла новая действительно весомая факта узнать от Майкла Коэна за прошедшее время? — Насколько я понимаю, насколько идет репортаж из пресса, потому что, опять же, никто из нас не был в той комнате, где прокурор разговаривал с Коэном и с его адвокатом. То есть это идет, я в этом процессе бываю регулярно, там обычно идет четыре человека. прокурор, еще один прокурор, который просто там свидетель, адвокат и сам человек, который кооперирует. Там это даже ничего не записывается на аудио или на видео, там просто свидетель есть, который подтверждает потом, что то, что было сказано, это на самом деле было сказано. Почему? Потому что боятся, что эту информацию рассекречит, кто-то расскажет, кому-то, кому не должен рассказать. И это мы говорим о делах, где простые люди бытовые преступления совершают. Когда мы говорим о президенте Америки, то это еще более секретное будет. Но, насколько я понимаю, вот та информация, которая вышла, обсуждаются финансовые дела Трампа с Россией, а не шпионаж. То есть, может быть, они думают, что там что-то было нелегальное, вот по типу, как у Менафорда было, что Менафорд не шпионил на Россию или Украину. Менафорд там зарабатывал как-то деньги, но потом сказали, что там что-то было нелегально. Вот когда люди устанавливают финансовые контакты, и в жизни нередко это бывает, один становится другому чем-то обязан. Этого нельзя исключать. Я к тому, что, в общем, какие-то финансовые данные, они могут вызывать подозрения. Ну, подозрения это не доказательство. Это безусловно не доказательство, и мы никого пока... И плюс, когда мы говорим русский, когда мы говорим Путин, это тоже не одно и то же. То есть, когда мы слышим, ну вот постоянно говорят русский, про нас то же самое говорят. Но это не значит, что... Ну, это уже стереотип, да. Ну, это уже стереотип. Но даже если это в России, кто-то занимается бизнесом, он там поехал в Россию, я не знаю, там люди машины продают в России, например. Ну, давайте, давайте вот более конкретно поговорим. И я хотел бы, Дэвид, чтобы к нашему разговору сейчас подключился общественный активист Михаил Юданин. Он присоединяется к нам в прямом эфире. Вот скажите, и Михаил, и Дэвид, я к вам обоим обращаюсь. Здравствуйте, спасибо, что вы с нами. Была ведь информация о том, что... Ну, давайте начнем с того, что Майкл Коэн, это зять известного, в общем, на Брайтоне, по имени человека по имени Эфима Шустерман, который был довольно близок к Трампу. И через того же Шустермана Дональд Трамп устанавливал связи и с Россией. И это не столько даже связи с Россией, сколько он как застройщик нуждался в инвестициях. И как многие источники и RTVI, и других изданий говорили, когда Трамп, в общем, восстанавливал могущество своей империи, когда были знаменитые его стройки, Трамп World Tower, туда очень много инвестировали люди из Восточной Европы, и России, и Украины, и другие страны бывшего СССР. Поэтому, вот Михаил, можно ли утверждать, что уже одних вот таких финансовых контактов, их достаточно для того, чтобы человека, я не скажу, завербовать, но, тем не менее, сделать чем-то обязанным? Добрый день и добрый день всем нашим телезрителям. Ну, во-первых, я должен прояснить, что Трампа не подозревают в шпионаже в пользу России. Трамп и его компанию подозревают в том, что они сотрудничали с российскими спецслужбами или с отдельными гражданами из России, которые были заинтересованы во влиянии на американские выборы, а в том, чтобы повлиять на исход выборов в США. Это разные вещи. Это мой первый пункт. Пункт второй заключается в следующем. Если бы речь шла исключительно о том, что Трамп привлекал инвесторов в тот или иной проект, или, скажем, даже строил что-то в России, что многие годы пытался сделать, не в этом была бы проблема. Проблема заключается в следующем. Главные подозрения проистекают из нескольких источников. Первый источник – это известное досье бывшего британского разведчика Стиле, которое было опубликовано незадолго до выборов. Это раз. Речь не идет о человеке с улицы, а о человеке, который является специалистом в области российской разведки и контрразведки. Вторая проблема заключается в том, что с самого начала своей избирательной кампании Трамп, вопреки всему, что делали консерваторы в США, собственно, до, пожалуй, самого начала, не просто хорошо отзывался о Путине, но восторгался им, восторгался его действиями, говорил о том, что они будут большие друзья и прочее, прочее. И вот на фоне всего, более того, вмешательство российских спецслужб в американскую предвыборную кампанию – это факт. Факт установленный, неоднократно опубликованный, речь идет о рапортах ЦРУ и прочих подобных организаций. И вот именно этот контекст и делает очень подозрительными финансовые контакты Трампа с Россией. Если бы всего этого не было, то, может быть, и расследований никого не было. Но когда мы берем все эти факторы вместе, проясняется очень дурная картина. К дурной картине добавляется еще очень неприятная деталь – это прямые документированные контакты компании Трампа с Россией. Например, небезызвестная встреча в Нью-Йорке. «Нью-Йорк Таймс» недалеко вчера опубликовали таймлайн, список во времени разнообразных проблем, связанных с компанией Трампа и с Россией. Это очень впечатляющий список. То есть речь идет не просто о паре инвестиций, не о продаже поддержанных автомобилей никоим образом. Речь идет о контексте, который вызывает очень серьезные подозрения. Дэвид, если вам есть что добавить, хотя вы примерно тоже, в общем, и говорили. Я слышал, что Михаил сказал, что Трамп говорил, что он дружит с Путиным. Он этого не говорил, он это отрицал, он говорил, что он Путина вообще не знал, абсолютно никогда его не встречал. То, что он про Путина сказал… Он говорил, что мы станем очень хорошими друзьями. Имеет с Россией хорошие отношения. Но это говорил то же самое Обама, когда Хиллари, например, приехала к Лаврову и дала ему кнопку эту, где была неправильно описана… Перезагрузка. Да, перезагрузка, да. До этого, вспомните, когда Путин первый раз приехал в Америку, то тогда Буш сказал, что он посмотрел в его глаза, он увидел честного человека, который заботится о своем народе. То же самое мы видели, допустим, Клинтон и Ельцин. Причем в их случае вообще есть имейл, где Ельцин просит, по-моему, 10 миллионов долларов от Клинтона на выборы 1996 года в России. Там вообще были ближайшие отношения. Это не говорит о том, что люди шпионят, если они про кого-то что-то хорошее скажут. В данном случае Трамп сказал, да, если с Россией можно иметь нормальные отношения, то мы будем иметь нормальные отношения. Если можно иметь с любой другой стороны хорошее отношение, мы будем делать то же самое. Здесь это никак не отличалось от того, что говорили другие, или то, что он говорил про другие страны тоже. Насчет того, что он, может быть, торговал в России, ну, сам Трамп это отрицает. Ну, давайте разобьем здесь между торговал с Путиным и торговал в России. Это две разные вещи. Если у меня знакомый продает машины в России, это не значит, что он знает Путина. Это абсолютно никак он с этим не связан. А если бы вам сделали скидки для этого, или у вас были схемы, каким образом вернуть часть? Ну, если бы это сделал бы лично Путин, или Медведев, или там, я не знаю, кто сейчас директор СВР, то в таком случае это было бы одно дело. Но когда мы говорим, что там, я не знаю, Трамп построил галф-корс в Шотландии, это же не значит, что он шпион Шотландии или Великобритании. То есть у нас даже доказательства нет, что Трамп как-то работал в России. В России, например, в отличие от многих других стран, нету зданий с именем Трамп. Во многих странах есть. В Израиле он собирался строить, например. Это же значит, что он израильский шпион. А в России даже этого не было. Если у него какой-то там косвенный бизнес, где-то что-то был, если он какому-то бизнесмену дал, там, я не знаю, дискан, чтобы он приехал в его казино в Америке, ну, это не значит, что он был связан с Путиным. Есть 142 или сколько миллиона российских граждан. Из них, за исключением там 100 человек максимум, все остальные не имеют никакого контакта с самим Путиным. Но вот его бывший личный адвокат-то был связан с некими криминальными кругами из Восточной Европы? Да, но, опять же, не Трамп был связан, а его адвокат. То есть от того, что адвокат что-то сделал, это не значит, что все его клиенты в этом виноваты. Если я сюда сейчас ехал, превышал скорость, моим же клиентам всем не дают тикет, правда? И то же самое, когда мы говорим о самом Коине. Если он был с каким-то криминалом, этот криминал тоже не Путин. Это была криминальная группировка, к которой доказательства, что Путина и эта криминальная группировка связаны, тоже нет. То есть от Путина до Трампа связи нет. Да, понятна ваша точка зрения, Дэвид. Если, Михаил, есть вам что возразить или добавить? Ну, мне очень жаль, что мой оппонент в очередной раз пытается представить всю историю, как Трамп торговал автомобилями в России. Во-первых, это неправда, что Трамп говорил исключительно о хороших связях с Россией. Он говорил именно о том, как он любит Путина. Любой человек может это проверить. CNN недавно публиковала список 80 инцидентов, где Трамп говорил о Путине, в основном прославляя его. Это раз. Во-вторых, речь идет не просто о торговых связях с Россией. Речь идет о контексте, в котором представители компании Трампа встречались с представителем российского правительства в Нью-Йорке, с Весельницкой. Это известный факт, который Трамп сначала отрицал, потом перестал его отрицать. Именно в этом контексте и рассматривается проблема возможных и очень вероятных связей компании Трампа с Россией. Мне трудно поверить, что несколько человек из компании Трампа будут беседовать с представителем российского правительства, А он об этом ничего не знал. Мне трудно поверить, что Флинн, который неоднократно общался с председателем российского правительства, в том числе и касательно санкций, тот самый Флинн, который признался виновным, далеко не в том, что он торговал автомобилями в России, а в гораздо более серьезных вещах. Мне трудно представить, что это все было каким-то образом без участия Трампа. Трампа обвиняют не в том, что он был связан с российской мафией, а в том, что он и его компания сотрудничали с враждебным иностранным государством, чтобы повлиять на исход выборов в США. В этом суть обвинения. Да, ваша точка зрения понятна, Михаил. Я предлагаю нашим уважаемым экспертам обсудить новость буквально последних часов. Газета New York Times сообщила о том, что заместитель генерального прокурора Рота Розенштайн предлагал заместителю директора ФБР Эндрю Маккейбу записывать разговоры с Дональдом Трампом для того, чтобы получить доказательства недееспособности президента США и сместить его с должности. Вы сейчас говорили, да, я так полагаю, вы в курсе дела, при том, что Розенштайн, насколько мне известно, не признает этого пока что. А вот случайно или нет, что какие-то подвижки по делу Коэна случаются, и вдруг достоянием гласности становится вот такая информация о прослушивании президента? Ну, этот вопрос, наверное, стоит задать New York Times, которого публиковали статью. Но сам факт, в общем-то, прослушивать президента страны, чтобы потом на основании 25-й поправки сместить его с должности? Это предложение, если мы верим в статье в New York Times, было сделано не просто так, а после того, как Трамп уволил Коми. Да, все знают эту историю, и согласно тому, что Коми писал, потом и говорил в интервью увольному, потому что Коми отказался делать какие-то преференции Трампу и его мнению касательно того, нужно или не нужно, скажем, осуждать Флинта или прекращать следствие по поводу связи с Россией. Я также напомню, что Комиссия Мюллера занимается не только возможным сотрудничеством с Россией, но еще и возможным противодействием правосудию, Abstraction of Justice. Вы верите, что Розенштайн мог на такое пойти? Безусловно верю. Я даже верю, что это обязанность Розенштайна, как высокопоставленного чиновника в Министерстве юстиции, заниматься расследованием возможных преступлений. Президент США – это такой же гражданин, который должен отвечать по тем же законам. Дэвид, а как в этом случае работает 25-я поправка, какой механизм ее в данном случае? Допустим, что-то узнается, и что должно узнаться? 25-я поправка говорит о том, что если президент не способен управлять больше страной, то его заменяет вице-президент. А некие требования, как это доказать? Ну да, там не описывается конкретно, но в некоторых случаях это понятно. Вот Шарон, премьер-министр Израиля, у него был инсульт, он лежал, ну не понимал вообще, что происходит несколько лет до того, как он умер. Ну естественно, что кто-то его должен заменить. В данном случае, когда мы говорим о Трампе, ну где человек абсолютно нормально может общаться с людьми, делать все, что он хочет, мне это напоминает тот случай, когда Горбачев очень сильно устал и заболел. Никто не знал, чем он заболел, никто не знал, от чего он устал. Но Янаев и все остальные утверждали три дня подряд, что Михаил Сергеевич очень устал, и когда он только отдохнет, вот ГКЧП тогда сразу же уйдет. Это уже попытка госпереворота. Вы думаете, вот настолько все серьезно было в США? Что люди, которые у нас у власти были до этого, считали, что в любом случае выиграет Хиллари. Ну вот здесь мы чуть-чуть подыграем. И мы знаем, что были нарушения закона с их стороны. Например, то, что были первичные выборы в демократической партии, мы знаем, что была подтасовка против Берни Сандерса. Поэтому ушла председатель демократической партии Америки. Поэтому ушла следующая председатель тоже с таким же позором. Многие другие люди ушли или их убрали из-за того, что была подтасовка в этих выборах. И ФБР точно так же. Мы знаем, что ФБР вмешивалась в выборы. Вот люди, которых вы упоминали только что сейчас, они говорили, что нам надо страховая программа, чтобы подстраховаться, чтобы Крамп не выиграл. Это 100% известно. Это не из какого-то секретного досье. Это банально враги. Меня это поражает, если честно. И теперь они, эти люди, просто не хотят попадаться. Им надо убрать человека, которого они не ожидали, что придет к власти. И то, что они говорят, что он не может больше быть у власти, от того, что он вам не нравится, это не то же самое, когда он лежит без сознания. Это две разные вещи. Это как раз тот случай, когда Михаил Сергеевич очень сильно устал. Михаил, да, почему вы говорите, что это ложь, почему вы не согласны? Ну, как вам сказать, мне, честно, не очень приятно участвовать в передаче, где мой оппонент банально лжу. Во-первых, никаких подставок и подтасовок нет. Давайте терминологию более корректную применять, и вы, пожалуйста, изложите на вашу точку зрения. То есть речь не шла. Речь шла о том, что руководство ДНСИ Демократического Национального Комитета оказывало некое влияние, от влияния до подтасовки результатов выборов. Есть колоссальное расстояние. Я уверен, что мой оппонент с этим знаком. Ни о каком заговоре, ни о каком убрать и застраховать речи тоже не шло. Об этом можно легко прочитать в прессе. Мне очень неприятно, что с экрана телевизора в данном случае речь идет о... Мы даем высказаться всем. Одну минуту. Речь идет ни о каком государственном переборочке. Я прошу сейчас всех прерваться на одну минуту. Давайте так, мы даем высказаться всем. Дэвид Старобин высказался. Сейчас, Михаил, мы, аудитория РТВА, с большим удовольствием выслушают вашу точку зрения. Единственная моя просьба, давайте будем как-то соблюдать какие-то грани корректности. Да, пожалуйста, изложите свою точку зрения просто. Базисная грань корректности, это не пытаться переврать факты. Вот с этого корректность начинается. Есть факты, есть мнения. Изложите, пожалуйста, факты, Михаил. Можно сказать, что мне не нравится, как повелся демократический национальный комитет, мне тоже не нравится. Но сказать о том, что подтасованы результаты выборов, это не так, это не соответствует действительности. Можно сказать, что мне не нравится, как люди в ФБР отзывались о Трампе, это мнение. Но сказать о том, что они пытались создать страховой полис против Трампа и что-то сделали по этому поводу, они написали это в текстовое сообщение, это банальная ложь. И это надо говорить четко и ясно. 25-я поправка определяет четкий механизм того, как может быть отстранен от власти президент. Она передо мной сейчас на экране. Это качественно отличается от государственного переворота. О никаком государственном перевороте речь не идет. Речь идет о том, что определено в 25-й поправке к американской конституции с участием Сената, с участием Кабинета и так далее. Прочитать эту поправку может каждый, у кого есть доступ к интернету. Поэтому пытаться представить все это, как государственный переворот с поздним Советского Союза, по меньшей мере странно. Спасибо. Спасибо, Михаил. Дэвид, пожалуйста. Я скажу только одну вещь. Я не говорил, что это идет от меня, что была подстраховка. Это есть имейл, где агенты ФБР на самом большом уровне пересылают друг другу разговор о том, что они делают. И они говорят, что нам надо то, что они назвали insurance policy, подстраховка, чтобы Трамп не выиграл. Это абсолютно официально обсуждалось в Конгрессе, это обсуждалось в Сенате. Об этом писали New York Times, Washington Post и так далее. Никто с этим не может быть не согласен. Может быть, человек об этом не знает и говорит, что это я сказал. Но я этого не говорил. Я просто цитирую то, что обсуждалось в Конгрессе США. Спасибо. Я благодарю адвоката Дэвида Старобина. Я благодарю общественного активиста Михаила Юданина.